В «Личном кабинете» в разделе «Отчеты» появилась кнопка «Посмотреть отчеты в новом интерфейсе». Что это значит? Что при клике на данную кнопку вы будете переходить на страницу с обновленными отчетами. Также спешу заметить, что старый функционал отчетов также будет работать параллельно. При клике на данную кнопку вы попадаете на обновленную страницу отчетов, которая содержит в себе пять отчетов. Это движение ОЭС, неоплаченные заказы личной группы, информация по личной группе, 23% группы первого уровня и оплаченные и неоплаченные баллы. Сейчас я покажу все странички данных отчетов. Работать с ними очень просто. Вам достаточно выставить необходимые для вас параметры. Например, дата начала, дата окончания, которые вам необходимы по данному отчету. И далее, после того, как вы выставили все параметры отчетов, вам нужно нажать на кнопку «Сгенерировать». Подробнее остановимся на работе с отчетом информации по личной группе, поскольку работа с остальными отчетами аналогична. Спешу заметить, что отчет информации по личной группе уже автоматически включает в себя информацию о текущих показателях. У нас здесь указан уже номер консультанта. Период вы можете указать сами, показывать только свою структуру. Галочка стоит автоматически. Если вам необходимо, вы можете ее убрать или включить неактивный консультант. Дальше при клике на кнопку «Сгенерировать» у вас открывается отчет в табличном виде. Он содержит в себе общие показатели и табличный отчет. Работа с отчетом строится следующим образом. Вы можете работать с отчетом онлайн, не выгружая его. Здесь доступны следующие функционалы. Вы можете передвигать отчеты между собой, столбцы, фильтровать прямо в столбцах то, что вам нужно. Например, уровень 4. То есть здесь автоматически подтянутся все данные. Также здесь можно скрывать столбцы, которые при работе с отчетом вам не нужны. Например, вот этот столбец ОЛГ или ГОМ мы можем скрыть, и он у нас пропадет из данного отчета. Пишу заметить, когда вы поработали с данным отчетом и привели его к определенному виду, при клике на кнопку «Распечатать» распечатана будет именно та версия, с которой вы работали. Если там было, например, 5 столбцов, значит при распечатке и при скачивании отчета будет их именно 5. Здесь же доступен такой вариант, что при клике на галочку вы можете убрать абсолютно все столбцы и с нуля выстроить отчет так, как вам необходимо. Для того, чтобы быстро вернуть отчет по первоначальному виду, вы можете нажать на кнопку «Сбросить», и отчет приобретет изначальный вид, который он был при генерации. Здесь же при клике на кнопку «Поделиться» в буфер обмена у вас будет скопирована ссылка. Данный функционал нужен для того, чтобы, например, если вам нужно сохранить ссылку на данный отчет, вы могли сразу на нее нажать и сохранить ее себе, например, в заметке или в блокноте. Отсюда же сразу можно распечатать отчет, а также выгрузить его в формате Excel, если вам это необходимо, и в формате CSV. Также по вопросу по значениям в некоторых столбцах есть подсказки, как правильно нужно вводить значение, чтобы у вас корректно все фильтровалось. Здесь все это доступно. Также хотелось бы отметить, что путь из старого функционала в новой кнопке – это не единственный путь, по которому вы можете попасть на новую страницу оперативной отчетности. Сейчас я продемонстрирую, как можно попасть на данный функционал по прямой ссылке. Вот так выглядит ссылка. Вам необходимо будет для начала авторизоваться, то есть ввести свой номер консультанта, и нажать на кнопку «Войти». Вам сразу откроется страница с отчетами. И здесь, соответственно, вы также можете с ними поработать и сгенерировать.